Друзья, добрый вечер всем. Я тут случайно наткнулась на словесный понос. Речь идет именно о словесном поносе, а не о человеке. Совершенно случайно. Я просто не могу не сказать двух слов, трех слов, десять слов. Во-первых, что это такое за неграмотный журналист в КА. Неграмотная абсолютно в своей профессии. Что она смешала кашу из всего того, что у нее находится в голове. Простите меня, этого человека лично не знаю. То, что она написала, себя характеризует, конечно, крайне непрофессиональный и, как личность, злобным человеком. Во-первых, в этой передаче это всего лишь передача. Причем здесь Димаш, в котором он находился. Затронулся момент какой-то, давность, которую уже всем опостылил. Но не знали, что он всем опостылен, журналисты данной передачи. Тем более и артисты, и участники. Тем более это передача в другой стране, откуда они могут знать все их нюансы. Разве речь идет о казахстанской истории, о казахском народе, о казахской критике? Речь идет об определенном эпизоде на творческом моменте, на конкурсе. Там могли быть люди любых национальностей. Это могло быть и в другой стране. Никто ничего ни разу не говорил ни о Казахстане, ни о казахском народе. И мы прекрасно знаем, сколько Димаш сделал для этого народа и Казахстан. Уж эта женщина пока что незаметно, кроме как она вот здесь вот решила пропиариться, что-то сделала. Друзья, я хочу сказать с уверенностью, как профессиональный человек, что когда делается вот такая подмена, когда ничего не говорится ни о странах, ни о национальностях, а говорится о творческом моменте, о неуместной и очень низкопробной критике на конкурсе, где человек должен проявить свои вокальные данные, ему говорят, зачем ты пришел все это сюда проявить. Речь идет о профессионализме критиков, неважно, еще раз говорю, какой они национальности. И это просто так получилось, что это было в Казахстане, что там живет Димашек. Вы понимаете, как перевернута истина и как она подана? Я хочу просто сказать о том, что этот человек не достоин звания журналиста на самом деле, потому что он вот так сталкивает национальности, вот так начинаются межэтнические войны. Она очень опасна, и Димашеку пришлось там выкладывать то, что не попало в эфир, он, кстати, еще об этом говорит. Ну как можно вот так подменять понятия, так развязываются войны, друзья? Это очень страшный человек, и то, что она написала, очень и очень провокационно. И потому как она и называет себя еще какой-то журналисткой. Я думаю, что это безобразие, надо все-таки судить. И как призывают одни отмалчиваться, отмалчиваться здесь нельзя, здесь нужна быть защита Димаша, что значит ничего не отвечать. И вот пусть уж эта гражданка вот эта знает, что она написала чушь. Я вам, понимаете, я вам заявляю, как профессиональный человек. Написала чушь, сместив фокус творческого момента. Не важно, знали, но они очень некорректно преподнеслись, простите, свою критику. Что уж тут говорить некорректно, оскорбительно даже, понимаете? Это же не оценка каких-то вокалей. Вот здесь вот можно повыше, а здесь мне показалось все-таки, они просто оскорбляли в какой-то степени его. И эти просто люди, а не казахи, не индусы, не русские, это люди. И вот над этой критикой-то все возмущались, не потому что они казахи. Вы что, с ума сошли, девушка? Вы с ума сошла, ты, девушка, журналист? Ну вообще об этом ей надо сказать, чтобы она закрыла рот и больше его не открывала. Таких людей лишают аккредитацию журналисту. Спасибо всех, всех люблю. Здесь еще момент интересный, если ты, конечно, профессиональный вообще журналист, как можно вообще свое собственное мнение выдавать за мнение народа, страны, и считать, что это профессионализм, это твое личное мнение, делись с ним на кухне, дорогая подруга. Или напиши это сразу же, что это мое личное мнение, и моего личного непрофессионального толка. Всем радость еще раз. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»